Всем привет! Сегодня я вам немножко расскажу за различия между временным Learn Permit и постоянными водительскими временными правами. Да, не путайтесь, я все правильно сказал. Также скажу, что делать, если вам нужно заменить адрес доставки. Коротко, в моем случае, лендлорд, который принимал мои документы, отказался их принимать и сказал еще новый адрес для доставки своих документов. История очень длинная, но не об этом сейчас. В общем, сдал я Learn Permit, получил сначала, сдал я, получается, получил Learn Permit. Вот такой вот вид он имеет. Единственная вот разница, вот Interim Permit. А вот уже вторая бумажка, только с надписью Interim License, соответственно. Вот так вот оно в кучке выглядит. Так, это старый адрес, в принципе, его уже можно полить. Вот только шапки немножко отличаются. Так, в целом, все то же самое. Но все эти документы все равно, как бы, вы храните. Потом и на вот эту бумажку сначала приходит пластиковый Learn Permit. И, соответственно, обычные аудические права приходят вот сюда. Вместо вот этой бумажки. Что вам делать, если вам пришли права, но по факту лендлорд или ваш друг, владелец текущего адреса, просто не захотел вам высылать документы, принимать их на свой адрес. По факту, как бы, что было у меня. Я ждал три недели, но документы пришли на старый адрес в течение двух недель. И владелец адреса отменила доставку с указанием больше ничего не присылать на подобное имя. В итоге я подавался еще на права без наличия номера социального страхования. Меня запутали в техподдержке онлайн. Сказали позвонить на горячую линию. На горячую линию сказали написать в техподдержку онлайн. Бред, коллапсы, закольцованный процесс. Никак не решающийся. Потом один человек мне все-таки сказал, что нужно прийти заполнить. То есть, если у вас нет номера социального страхования, нужно вот такую вот форму заполнить. НС1А. Говорящий о том, что у вас не было или нет номера социального страхования. Но если вы уже придете с номером социального страхования, вам останется только заполнить форму МД44. Господи, здесь неправильно. МВ, Motor Vehicle, 44. По-моему, да, она. Но вы не ошибетесь, я там приложу в ссылках эти формы под роликом. Соответственно, если как бы у вас есть номер социального страхования, вы приходите в DMV, делаете апдейт номера социального страхования, вносите его вот в эту форму. Если у вас номер социального страхования будет, вы платите 12.50. Если не будет, 17 долларов 50 центов. На момент 22 года, в принципе, как бы это относительно недорого. Вы поменяете свой адрес, mail-in address. То есть вы можете жить даже хоть в мотеле. Но mail-in address, то есть куда будут приходить, будут бумаги приходить с DMV, это уже будет ваш новый адрес. То есть может адрес вашего друга не обязательно адрес мотеля. Хочу заметить, что смена адреса в DMV не меняет адрес доставки в USCS. Это очень важно понимать. Вот так оно все выглядит. Небольшое различие. Надеюсь, кому-то было полезно.